Глава 4. Возмужание Тахтамыш и Тимур Столкновение с Тахтамышем сильно ослабило положение великого князя Дмитрия. Ведь ярлык на великое княжение, как и раньше, давал хан, поскольку Куликовская битва не изменила политических взаимоотношений Орды и Москвы. Великое княжение связывалось с княжением московским волей Ордынского царя. Нелюбием, возникшим между Дмитрием и Тахтамышем, решило воспользоваться Тверь. Но попытки тверского князя Михаила Александровича получить от хана великое княжение успеха не имели. Дмитрий послал в Орду своего сына, княжича Василия, и тому удалось сохранить великое княжение за Москвой. Правда, Тахтамыш оставил Василия Дмитриевича в Орде в качестве заложника, но уже в 1385 году ему удалось бежать в Молдавию, откуда он попал в Литву, где был пленен Витовтом. Витовт поставил условием освобождения княжича Женитьбу на Софье Витовтовне, и наследник московского престола вынужден был согласиться. В Москве, как мы помним, установилось наследственное владение государей Калитиной династии. Не случайно в своем завещании Дмитрий Донской благословлял сына Василия великим владимирским княжением, говоря об изменении отношений с Ордой в более далекой политической перспективе. «А переменит Бог Орду, дети мои не имут выходу в Орду платить, и который сын мой возьмет даль на своем уделе, то тому и есть». В этих словах эмоциональные перемены, внесенные во взаимоотношение с Ордой, сожжением Москвы, Тахтамышем. Власть хана еще признается как данность, но уже представляется тягостью, от которой все русские готовы с удовольствием избавиться. Тем более, что к концу XIV века союз с Ордой уже не приносил Москве прежних выгод. Такое восприятие ханской власти и отражала политика московского князя после 1382 года. Хан Тахтамыш, объединивший белую, синюю и золотую Орду и тем самым восстановивший луз Джучиев, не сумел сохранить с таким трудом завоеванную власть. Виной тому была все та же ограниченность Тахтамыша, как политика. Вспомним, что возвышением в Орде Тахтамыш первоначально был обязан помощи Железного Хромца, Тимура. Сам Тимур происходил из монгольского рода Барлас и не принадлежал к числу чингизидов. Ревностный мусульманин, одинаково хорошо знавший и тюркские, и персидские языки, Тимур был не только воином, но и писателем. Этот великий завоеватель был человеком своей эпохи, эпохи смешения нравов и традиций в монгольском улусе конца XIV – начала XV веков. Но сам он принадлежал уже к исламскому суперэтносу и развивал традиции мусульманской культуры, а не ИСы Чингисхана. Опирался Тимур на мусульманское население оазиса в Средней Азии. Если войска Чингисхана представляли собой ополчение кочевников, каждый из которых умел ездить верхом и стрелять из лука, то военные силы Тимура формировались на иной основе. Мобилизовывать неумевших держать в руках саблю Дех-Хан не имело смысла. И Среднеазиатское войско Тимура составлялось из профессиональных вояк – гулямов, удальцов. Профессионалы рисковали своей жизнью. Разумеется, недаром их служба очень хорошо оплачивалась. Но для того, чтобы получить хорошее жалование, воин-гулям должен был продемонстрировать свое умение, например, на всем скаку снять копьем кольцо, которое проверявший держал в двух пальцах. Легко представить, сколько уходило усилий на подобную подготовку. Вместе с тем от гулямов требовалась абсолютная дисциплина, безоговорочное послушание командующим эмирам. В рассматриваемый период Средняя Азия являла собой сплошной театр военных действий. Последние монгольские ханы боролись со своими эмирами, а эмиры – с джетэ. Слово джетэ означает «разбойничья банда», партизанский отряд. Джетэ, составлявшиеся из всех желавших жить грабежом и не слушать никакого начальства, имели немалые успехи. Они создали отдельное от джагатайского улуса государство Могулистан в Семеречье, где преобладало тюркское, а не монгольское население. Власть монгольских ильханов в Иране тоже оказалась уничтоженной вследствие восстания персидских патриотов – сарбодаров. Сар-ба-дар – лозунг отводвижения, гласивший «Пусть голова на воротах висит». В это время окончательного распада монгольских государств, в трагичную эпоху войны всех против всех, Тимур во главе своих гулямов оказался наиболее сильным и удачливым военачальником. Столкнувшись с городским ополчением заговорщиков сарбодаров, Тимур разбил их на голову. Крепости сарбодаров были взяты, а тех из них, кто имел неосторожность сдаться по приказу Тимура живьем, замуровали в стены. Конечно, это была сверхъестественная жестокость, но поскольку так же жестоко расправлялись сарбодары со сторонниками Тимура, то понять его можно. Затем Тимур овладел всей Ферганой. Своей столицей завоеватель сделал город Кет, ныне Шахрисапс. Подчинил себе Самарканд. В 1370 году Железный Хромец захватил Балх. Эмир Балха Гусейн, бывший союзник Тимура в борьбе против сарбодаров, сдался на условиях сохранения ему жизни, но не выдержав нервного напряжения, бежал. Его поймали и казнили, потому что Тимур посчитал, что Гусейн нарушил договор, совершив побег. На юге противниками Тимура были Музафариды, последняя персидская династия, правившая в Фарсе и Исфахане. Тимур взял Исфахан, пощадив жителей, но они, восстав, перебили его гарнизон. После этого Исфахан был уничтожен, а из голов убитых построены пирамиды. Однако Музафариды продолжали сопротивление. Тимур подошел к Ширазу, у стен которого храбрец султан Музафарид хотел сам сразиться с Тимуром, но был убит, прежде чем смог прорваться к своему врагу. С пребыванием Тимура в Ширазе связан интересный эпизод. В этом городе жил Хафиз, великий поэт, славившийся на весь мусульманский мир. Среди прочих своих творений он написал и такое любовное четверостише. «Если эта прекрасная турчанка понесет в руках мое сердце, за ее индийскую родинку я отдам и Самарканд, и Бухару». Тимур, конечно, знал эти стихи. И вот взявший раз он сел на ковре в центре площади среди моря жестокости и насилия. Гулямы грабили дома, гнали пленных, насиловали женщин и резали последних сопротивлявшихся. Не обращая на это никакого внимания, Тимур приказал привести поэта Хафиза. Через некоторое время к нему подвели знаменитого стихотворца, одетого в простой халат. И завоеватель сказал поэту, намекая на известное четверостишее, «О, несчастный, я всю жизнь потратил для того, чтобы украсить и возвеличить два моих любимых города Самарканд и Бухару, а ты за родинку какой-то потаскуки хочешь их отдать». Хафиз ответил, «О, повелитель правоверных, из такой моей щедрости я и пребываю в такой бедности». Тимур оценил находчивость поэта, он рассмеялся, приказал дать Хафизу роскошный халат и отпустил его, восвоясь. Разумеется, порядки и поступки Тимура можно осуждать, но вряд ли он мог поступать иначе. Начав войну, Тимур должен был ее продолжать, гулямам надо было платить, и война кормила войско. Остановившись, Тимур остался бы без армии, а затем и без головы. Однако, вернемся к Токтамышу. Встав во главе Джучиева у Луса, он не мог ориентироваться на порядки, установленные Тимуром в Средней Азии. Если бы он даже и хотел придерживаться подобной стратегии, его нои-ионы и местные сибирские вожди никогда не смирились бы с ролью простых слуг султана, а не вольных дружинников хана. Народ Токтамыша требовал выступления против агрессии мусульман, захватывавших область за областью в Западной Сибири. Кроме того, по завещанию Чингисхана, весь хорезмский оазис принадлежал потомкам Джучи. И в 1383 году Токтамыш сделал первую попытку обрести самостоятельность, попытался отнять хорезм у Тимура. На какое-то время ему это удалось, но впоследствии Тимур вернул себе хорезмский оазис. С этого времени и началась война между двумя культурами, степной евразийской и исламской, представителем которой был Тимур, восстановивший прежнюю мощь мусульманских армий. По существу действия Тимура были попыткой регенерировать угасавшую идеологию и культуру ислама. Делалась эта попытка с учетом деятельности тимуридов. Сто лет и в течение этого времени главными врагами мусульман Средней Азии являлись населявшие евразийскую степь кочевники. В 1385 году Тохтамыш нанес новый удар по владениям Тимура. Войска Тохтамыша прошли через Дальяльское ущелье и захватили Тибрис в Азербайджане, который опять-таки по разделу Чингиса должен был принадлежать Улусу Джучи. Тимур отогнал армию татар, захватив многих в плен. Пытаясь отсрочить решающее столкновение, он вернул пленникам свободу и отправил их под конвоем в родные степи. Но изменить ход дальнейших событий ему не удалось. Через два года Тохтамыш, собрав довольно большие силы, перебросил их через казахскую степь и, пройдя через пустыню Бек-Паг-Дала, миновав Ходжент и Самарканд, дошел до Термеза. По пути хан ограбил все кишлаки, которые там были, но не взял ни одной крепости. Они были надежно укреплены. Тимур, воевавший в это время в Персии, с отборными частями своей армии, форсированным маршем, вернулся в Среднюю Азию. Тохтамыш стал отступать, но Тимур настиг его в Фергане и разбил, после чего Тохтамыш убежал с остатками войск в Западную Сибирь. Тимур понимал, что война с Тохтамышем может быть выиграна только в собственно татарских плодениях. Но Синюю Орду и по Волжье защищали от мусульман Средней Азии не столько татарские войска, сколько огромные расстояния. Для того, чтобы вести степную войну, надо было иметь достаточное количество лошадей, а для них необходимый фураж или подножный корм. Обширные же степи, отделяющие Волгу от оазиса в Средней Азии, покрыты травой не круглый год. В этой ситуации Тимур продемонстрировал незаурядный талант стратега. Он учел, что весной среднеазиатская степь вырастает травой сначала на юге, потом в центральном Казахстане, а уж затем на севере. Тимур собрал войско и двинулся в поход в буквальном смысле слова вслед за весной. Лошади питались травой, которая не успевала завянуть. Войско запасалось провизии, проводя облавные охоты в степи. Тохтамыш не ожидал мусульманского броска через степь, но начал быстро собирать все имевшиеся в его распоряжении силы. В это время, в 1389 году, скончался московский великий князь Дмитрий Иванович. И хотя он, как мы помним, завещал противно всем древним обычаям великое княжение своему сыну Василию, утвердить это решение мог лишь законный хан русского улуса Тохтамыш. Тохтамыш подтвердил права Василия Дмитриевича, и что вполне естественно, в преддверии столкновения с Тимуром потребовал от него помощи. Князь Василий войско привел, но никакого желания сражаться за Тохтамыша у русского князя не было. Слишком свежа оставалась память о разорении Москвы в 1382 году. Таким образом, в решительный момент столкновения со среднеазиатскими тюрками хан Тохтамыш остался без союзников. Тимур, совершив стремительный бросок, сходу прижал ханские войска к Волге. Несмотря на все мужество татарской конницы, Тохтамыш потерпел поражение. Регулярная армия Тимура, его грозные гулямы, одержали решительную победу в битве при реке Кондурче, одном из притоков Волги. Сам Тохтамыш успел переправиться на правый берег Волги, но дело его было проиграно. Василий, увидев, как поворачиваются события, повел свое войско в низовье Камы и тоже ушел на правый берег Волги, спасаясь от Тимура. Тимур не стал переходить реку, и московский князь удачно избежал столкновения. После этой победы Тимур начал отступать. Он уходил, спасаясь от голода и холода тем же путем, каким шел весной. Ему удалось вывести большую часть своей армии. Поход Тимура на Волгу был победоносным, но он не решил своей основной задачей защиты Средней Азии. Ядро, самое сердце владения Тимура с прекрасными городами Самаркандом и Бухарой, оставалось беззащитным от ударов со стороны казахской степи. И действительно, Тухтамыш вскоре снова выступил против Тимура. Он двинулся из Приворгских степей на юг по западному берегу Каспийского моря. Тимур вышел ему навстречу, и оба войска встретились на Терике, где произошла кровопролитная битва. Татары проявили исключительный героизм. Но татарское ополчение снова не выдержало натиска регулярной армии. Тимур одержал победу, причем он сам сражался в рядах воинов. Тухтамыш вынужден был бежать, а Тимур двинулся дальше, прошел через Прикаспийские степи и вторгся в центр Золотой Орды, Волга-Донская Междуречи. Храбрее всех сражался против Тимура талантливый военачальник Бек-Ярык Оглан. Он успел отвезти свои войска к Днепру, но Тимур бросил туда одного из лучших своих полководцев эмира Османа. Осман окружил степняка на берегах Днепра. Однако Бек-Ярык снова вырвался, и счастью своего войска устремился на восток, ибо другого пути у него не было. К западу располагалась враждебная татарам Литва. Только у русского города Ельца эмир Осман настиг Бек-Ярыка. Эмир осадил Елец. Защищаемый русско-татарскими войсками, город сопротивлялся отчаянно, но в конце концов пал. И снова Бек-Ярык Оглан со своим старшим сыном прорвался через ряды осаждавших и ушел на Русь. Тимур был настолько поражен мужеством, стойкостью и верностью татарского вождя, что, захватив в плен его семью, приказал отправить ее вслед герою под конвоем, дабы никто не обидел женщин и детей. Теперь Тимур намеревался пройти дальше на Русь и захватить Рязань и Москву. Вероятно, это удалось бы ему, если бы не восстание в тылу среди черкесов, осетин и татар. Тимуру пришлось повернуть назад. Пройдя перекуп, он собрал на Крымском полуострове дань и накормил свое войско. И хотя восставшие черкесы выжгли из степи к северу от Кубани, войска Тимура сумели пройти через выезженную степь, нанести черкесам жестокое поражение и заставили их укрыться в горах. Миновав Дельбенский проход и выйдя в Азербайджан, Тимур ликвидировал крепости восставших в Закавказье и в горах Эльбрус, а затем вернулся в Самарканд, город, подобный раю. Но на этом победоносные войны Тимура не кончились. Ему пришлось жестоко воевать с турками-османами и в 1402 году он разбил османского султана Баязида с его до то ли непобедимой пехотой янычарами. Затем Тимур подошел к стенам Смирны, занятой крестоносным гарнизоном рыцарей иоаннитов. Турки осаждали Смирну 20 лет и не могли взять, а Тимур взял крепость штурмом за несколько дней. Когда же к Смирне прибыли венецианские и генуэзские корабли с помощью и припасами для осажденных, то воины Тимура забросали их из катапульт главами рыцарей ордена Иоанна. После этого властелин Средней Азии снова вернулся в Самарканд и, расплатившись со своей армией, продолжал подавление вечно бунтовавшего Могулистана. Между тем, во время отступления Тимура из Поволжья Некоторые офицеры татарского происхождения Мурза Едигей и царевич из Белой Орды Корийчак просили у Тимура разрешения остаться в степях и были отпущены. Тимур возложил на них задачу упорядочить татарскую орду. Новые начальники уехали и не вернулись к мусульманскому владыке, нарушив присягу. Очевидно, фактор этнической принадлежности был сильней. Мурза и царевич татарин не стали помогать завоевателю, а предпочли соединиться со своим народом. Так в разбитой Тимуром Золотой Орде утвердились новые властители. Правда, сын Урусхана из Белой Орды, царевич Корайчак, молодой и достаточно энергичный человек через некоторое время умер и власть перешла к его двоюродному брату Тимир Кутлугу. Новому хану, лишившемуся из-за предательства Корайчака поддержки Тимура, вскоре пришло защищать свой престол от Тохтамыша. У последнего оставалось достаточное количество сторонников, главным образом за Уральским хребтом. Тохтамыш захватил сарай, но Тимир Кутлуг разгромил его и вступил в тесный союз с Мурзой Едигеем, которого назначил правителем двора, фактически главой правительства. Поскольку союз с Москвой был для Тохтамыша уже невозможен, разбитый, он ушел на запад, в литовские пределы. Василий, Витофт и Едигей Литва как мы помним в 1386 году заключила унию с Польшей, закрепленную династическим браком литовского князя Егайлы и польской королевы Едвиги. И хотя Егайла приняв имя Владислав начал поддерживать католическую экспансию, ввести великое княжество литовское в состав польского королевства оказалось не так то просто. Унии очень плохо воспринималось не только огромным большинством православного русского населения, но и представителями языческой литовской знати, желавшей сохранить свою независимость от поляков. Удельные литовские князья боролись с политикой Егайлы и бежавший из плена Витофт принял в этой борьбе живейшее участие. К 1392 сын Кейстута стал великим князем Литвы и фактически перестал считаться с Егайлой. Именно с Витофтом и договорился в 1395 году Тохтамыш о разделе Московской Руси. Он согласился уступить все русские земли Витофту с тем, чтобы Витофт оказал ему помощь в возвращении престола в сарай. Витофт давно стремясь расширить Великое княжество Литовское за счет присоединения Руси достиг к этому времени некоторых дипломатических успехов. Так в 1390 году великий князь Московский Василий I выполняя данное в плену обещание женился на дочери Витофта Софьи. К моменту соглашения с Тахтамышем Витофт захватил Смоленское княжество а чуть позднее присоединил к Литве стоявший на оке город Любутск около современной Калуги. Поэтому предложение Тахтамыша хорошо вписывалось в далеко идущие планы Витофта. Посадив на престол Золотой Орды своего хана он получил бы реальную возможность покорить Москву. Договоренность между Витофтом и Тахтамышем хотя и выгодная для обеих сторон была однако трудно осуществима. Темир Кутлук владевший Золотой Ордой отнюдь не собирался уступать престол Тахтамышу и потребовал у Витофта выдачи беглеца. Витофт отказал. Законный хан естественно находился в союзе с враждебным Тахтамышу московским княжеством, но Москве не пришлось даже участвовать в вооруженной борьбе коалиции. Навстречу Витофту и Тахтамышу, которые собрали огромные войска и двинули его в Подолью, вышел сам Темир Кутлук с небольшим татарским отрядом. Витофт потребовал безоговорочной капитуляции. У него было около ста тысяч человек литовцы, белорусы, поляки и немецкие рыцари. Темир Кутлук постарался оттянуть начало битвы, поскольку ожидал, когда к нему на помощь подойдет из причерноморских степей Мурза Едигей и вступил с Витофт в переговоры. Литовский князь предъявил Темир Кутлугу требования, согласия на которые по этикету 14-го столетия означало полное подчинение. Чеканку ордынской монеты с его Витофта изображением, обосновывая необходимость такого шага, тем, что он много старше Темир Кутлуга. Рассматривая требования Литвы, татары выиграли время, и подошедший с войском Едигей тоже получил возможность принять участие в переговорах. Умный Мурза Ехидно заявил Литовцу следующее «Я понимаю, славный князь, ты старше нашего законного хана Темир Кутлуга, но ты младше меня, если уж судить по старшинству, то это ты должен чеканить деньги с моей печатью». Взбешенный Витофт прервал переговоры и двинул свои войска на татар. Едигей выставил против огромного войска врага свой небольшой отряд и начал медленное отступление. Артиллерия мало помогла литовцам, потому что артиллерийский огонь по разбросанным целям был малоэффективен, ядрам носили лишь случайный ущерб. Тем временем Темир Кутлук со своим отрядом совершил глубокий обход, оказался в тылу войск Витофта и ударив литовцам в спину вызвал панику. Бежали все, и поляки, и немецкие крестоносцы, и белорусские ратники, и сами доблестные литовцы. Они беспорядочно отступали почти 600 верст до самого города Луцка, где надеялись найти спасение. Татары настигали и рубили беглецов, сами почти не неся потерь. Любопытно, что Тохтамыш, знавший тактику татар и способности их полководцев еще до битвы предпочел увезти свое войско вдоль южно-русской границы в Сибирь. Войско Витофта, по-европейски технически оснащенное, не сумело противостоять татарам, опиравшимся не на технику, а на подготовку воинов и хорошее командование, то есть на личные качества людей. Европейское войско погибло. Сам Витофт бежал. Таковы были итоги знаменитой битвы на Ворскле 1399 год. Но как это ни странно, в результате больше всех пострадал не Витофт, не Тахтамыш, а победитель Тимир Кутлук. Через короткое время он почему-то исчез с арены истории, причем источники очень туманно говорят о причинах происшедшего. И в этом нет ничего странного, если учесть, что каждый золотардынский хан конца 14 века должен был выбирать, кого предать, или захватчика Тимура, который дал ему власть, или свой народ, который совершенно не хотел подчиняться Тимуру и Тимуридам. Вероятно, Тимир Кутлук сделал выбор в пользу своего народа, и это не прошло ему даром. Тимир Кутлуга на ханском престоле сменил его брат Шадибек, человек также довольно талантливый. Самый большой выигрыш от битвы на Ворскле получила Москва. Поражение Витовта спасло ее от угрозы литовского захвата, а литовский князь даже потерял на время Смоленск 1401 год. Однако Витовц вскоре сумел поправить положение дел и к 1405 году вновь прочно овладел Смоленском и Вязьмой. Сил для самостоятельной борьбы с возобновленным литовским натиском в Москве не было. Василий Дмитриевич не смог помешать захвату витовтам верхнеокских княжеств Перемышльского, Адоевского, Новосильского, Воротынского. Стало ясно, что без татарской помощи не обойтись. Вовремя почувствовав реальную литовскую угрозу, Василий Дмитриевич обратился за содействием к ордынскому хану. Шудебек хотел вернуть политику орды предыдущего века, то есть традиционную политику союза с Москвой, и прислал москвичам войско для борьбы с Литвой. Как видим, татары, даже не имея такой цели, волею судеб служили преграды на пути католических сил, давая возможность усилиться московскому княжеству. Но, увы, Шудебек тоже недолго просидел на престоле, он куда-то исчез, очевидно, был убит, его заменил Пулат Тимир, еще совсем мальчик, которого возвел на престол победитель при ворскле Едигей. Фактически новый правитель Орды Едигей потребовал от Василия оплаты своей дальнейшей военной помощи в виде выхода. Московский князь платить не захотел, и тогда Едигей для вразумления своего вассала предпринял стремительный набег на Москву в 1408 год. Разграбив города Нижний Новгород, Ростов, Переиславль, Едигей осадил столицу Великого княжества. Князь Василий Дмитриевич перед осадой покинул город и ушел на север собирать войска. И снова Москву спасла ситуация, сложившаяся в Самой Орде. Едигей получил весть о том, что власть его ставленника Пулат-Тюмира в опасности. Заторопившись домой, Едигей вступил с москвичами в переговоры и, замирившись на откупе в 3000 рублей, снял осаду. Вернувшись в Орду, Едигей столкнулся с открытым сопротивлением. Сыновья Тохтамыша восстали против власти Едигея. Сам Тохтамыш к тому времени погиб в Тюмени. Отряды Едигея встретились с войсками сыновей Тохтамыша предположительно в низовьях Сырдаги. В жестоком сражении старик Едигей, который одержал столько побед и отстаивал свои принципы до конца, погиб, как настоящий воин на коне с саблей в руке. Смерть Едигея и очередной переворот в Орде 1411 год не сулили Василию Дмитриевичу ничего хорошего. Ведь власть Едигея оказалась в руках ставленника злейшего врага Руси литовского князя Витовта. Но Золотая Орда в это время начала постепенно раскалываться. Татары уже не воспринимали себя как единые целы. Одни из них, поддерживавшие Едигея, стали называться Ногаями. Это были, видимо, потомки очень древнего рода гузов, живших на Яике. Другие сторонники Корейчака и Тимир-Кутлуга получили название Узбекской Орды, хотя этих татар нельзя считать узбеками, ибо такое название они приняли только в 1428 году при хане Абулхайре, восстановившем независимость своего народа. Абулхайр продолжил войну против среднеазиатских тюрок, а внук Абулхайра Шабанихан завоевал Среднюю Азию, которая с тех пор стала владением кочевых узбеков. Меч и крест В начале 15-го столетия у Витовта не было возможности последовательно проводить политику захвата и подчинения Руси. Ведь на северо-западных рубежах Великого княжества Литовского шла непрерывная война с немцами Ливонского ордена. В 1409 году жмуть подняла восстание против господства немецких рыцарей, и орден объявил войну Егайли. Численность войск ордена превышала 50 тысяч человек, но, собственно, рыцарей было по-прежнему очень немного, а основную массу орденского войска составляли завербованные добровольцы кнехты. Исполняя решение Кревской унии 1386 года, Витовт выступил в решающей схватке с орденом на стороне Егайлы. Основную силу войска Витовта составляли русские, прежде всего смоленские полки. Войске Егайлы было множество галичан, чехов и венгров. Соединенные силы Польши и Литвы немного превышали численность войск противника. Понимая, что решающая схватка обещает быть жестокой, Егайла попытался вступить в переговоры с магистром ордена Ульрихом фон Юнингеном. Но глава Крестоносцев ответил высокомерным отказом. Войска противников сошли с 15 июля 1410 года на Грюнвальдском поле к юго-западу от устья Вислы. Витовт, начав сражение, нанес удар несокрушимой литовской конницей по левому флангу орденского войска. Немцы ответили атакой на правом фланге и сумели заметно потеснить войска Витовта и Егайлы. Однако, окончательно сломить их оборону рыцари не смогли, в первую очередь, потому что наткнулись на ожесточенное сопротивление трех смоленских полков. Введя в бой свежие резервы, Витовт и Егайла сумели достичь победы. Рыцари были окружены и разгромлены. Сам великий магистр фон Юнинген, так опрометчиво отказавшийся от переговоров о мире, погиб в этом кровопролитном сражении. Грюнвальдская битва положила конец господству ордена в Прибалтике, ибо окончательно сломила его могущество. Немцы были вынуждены на тягостных для себя условиях заключить святофтам Торуньский мир. Европа перестала пополнять силы ордена, ибо после христианизации Литвы само существование ордена, ориентированного на борьбу с язычниками, потеряло смысл. Однако гораздо более значительными оказались последствия победы 1410 года для польско-литовских отношений. Союз Польши и Литвы заметно окреп. Городельская уния 1413 года усилила католическое влияние на Литву, ибо Великое княжество литовское было вынуждено признать сюзеренитет польской короны. Все бояре и служилые сословия литовского государства по Городельской унии получали равные права с польскими магнатами и шляхтой, но лишь при условии принятия католичества. Естественно, искренние православные из числа подданных витов-то таким оборотом дела обрадованы не были. Противостояние католиков и православных вновь обострилось, однако попытка витов-то ослабить религиозные противоречия в Литве успеха не имела. Начав хлопоты об унии между православной и католической церквями, витов-то сумел добиться лишь разделения митрополии, для Литвы был поставлен свой митрополит, ставленник князя Григорий Самвлак. Однако успеха на переговорах с легатом папы римского во время Константского собора новый митрополит достичь не смог, и витов-то пришлось отказаться от идеи религиозной унии. Поскольку орден не представлял более опасности для Литвы, витов-то смог вновь обратить свое внимание на восток. Смерть великого князя Василия Дмитриевича в 1425 сильно облегчила задачу витов-то по расширению сферы литовского влияния. Ведь умирая, Василий Дмитриевич поручил свою жену и 10-летнего сына вниманию ее отца Витовта. Сделавшись законным опекуном московского великого князя, Витовт начал энергично проводить политику подчинения себе всех остальных русских княжеств. Вскоре после смерти Василия он заключил союзные договоры с двумя главными соперниками Москвы Тверью и Рязанью. Таким образом, к концу 20-х годов 15-го века Витовт сумел устранить препятствия к расширению территории своего государства и со стороны ордена и страны Руси. Неудивительно, что следующий его шаг был связан со стремлением избежать зависимости от Польши. Великий князь Литовский деятельно хлопотал перед немецким императором о пожаловании ему королевской короны. Но снова в помыслы человеческие вмешалась природа. Смерть не дала Витовту реализовать его обширные планы. 1430 год. Со смертью великого государственного деятеля Литвы в его княжестве начались внутренние столкновения. Поскольку дело церковной унии не было доведено до логического конца, православные подданные продолжали бороться с неравенством, провозглашенным городельским провелеем 1413 года. Однако возглавлявший православную партию сын Ольгерда Свидригайла оказался лидером мало достойным своего положения. Став великим князем литовским сразу после смерти Витовта, он проявил себя как человек, не обладающий ни талантом полководца, ни способностями администратора. Брат Витовта Сигизмунд, опиравшийся на католиков, легко отнял великое княжение у Свидригайлы. Стремясь обеспечить себе поддержку католиков, Сигизмунд первым делом заключил новый договор об унии Литвы и Польше. Но поскольку большинство его подданных по-прежнему составляли православные, то князь был вынужден как-то учесть их стремление. В 1432 году он издал указ, в соответствии с которым православные русские князья и бояре уравнивались в правах с католиками. Такое решение в известной мере ослабило сопротивление политики Сигизмунда среди русских вельмож и сделало положение Свидригайлы крайне сложным. Свидригайла в сложившейся ситуации утратил последние признаки благоразумия и прибег к тактике запугивания. Жертвой его неуемной подозрительности стал православный митрополит Герасим, поставленный Константинополем по просьбе самого же Свидригайла. Заподозрив владыку в измене, князь без долгих размышлений приказал схватить и сжечь несчастного. Жестокое и бессмысленное злодеяние погубило Свидригайлу окончательно. Он лишился всякой поддержки своих православных сторонников. Вскоре после казни митрополита Свидригайла сошелся с Сигизмундом в решающей битве на реке Свенти притоке Вилии и наголову разбитый вынужден был отказаться от своих претензий на трон великого князя Литвы. С поражением Свидригайлы последние надежды на торжество православия в Литве оказались похоронены. И хотя Сигизмунд через несколько лет после своей победы на Свенти пал жертвой заговора был убит в своем собственном замке в Тракайе дальнейшего хода событий сей факт уже не изменил. Великим князем был провозглашен другой сын Егайлы Казимир 1440 год а после того как его брат польский король Владислав Третий погиб в битве с турками при Варне Казимир занял еще и трон Польши уравняв в правах своих польских и литовских подданных Литва окончательно превратилась в католическое государство. А вот в Москве которая также управлялась внуком Витовта сыном Софьи Витовтовны великим князем Василием Васильевичем попытка католиков достичь победы осталась безрезультатной. После гибели митрополита Герасима кафедра митрополитов Сияруси какое-то время оставалась вакантной и Василий Васильевич решил посадить на владычное место рязанского епископа Иону. В соответствии с русской церковной традиции Иона отправился в Константинополь для поставления но потерпел там полную неудачу. Греки самой актуальной проблемой для которых была в то время борьба с турками-османами всячески стремились к заключению церковной унии с Римом тщетно надеясь таким образом получить помощь от Запада. Естественно что и на престоле русских митрополитов греки хотели видеть своего человека. Им стал греческий иерарх Исидор 1437 год. Вскоре события подтвердили что выбор Константинопольской патриархии оказался правильным и ее ставленник вполне оправдал возлагавшиеся на него надежды. В 1438 1439 годах шла работа так называемого Ферраро Флорентийского собора на котором разбирался вопрос об унии западной и восточной церкви. Лишь с огромными усилиями преодолевая сопротивление части православного греческого духовенства прибегая к угрозам подкупу и прямому насилию по пистам в 1439 году удалось подписать акт об унии. Участвовал в соборе митрополит Исидор проявивший себя как твердый сторонник униатства. Но то, что сходило с рук во Флоренции и вызывало аплодисменты в Константинополе на Руси кончилось для Исидора печально. Приехав в Москву Исидор начал служить литургию по новому образцу вознес имя Папы ранее имени патриарха и велел прочесть в церквах соборное определение о состоявшей сауне. Возмущению прихожан не было предела. Резко отреагировал на случившееся и великий князь. Василий Васильевич не стерпел измены православию, объявленный лжепастырем и Исидор был заключен в тюрьму, откуда правда он вскоре бежал в Рим. Из происшедшего можно понять, что и на Руси сторонников церковного слияния с Западом имелось немало, но подавляющее большинство русских из всех сословий твердо держалось православной ориентацией. За неизложением Исидора последовало событие, не имевшее аналога в истории Руси со времен Крещения. В 1441 году рязанский епископ Иона был наречен во митрополиты не Константинопольской патриархии, а собором русских епископов. Таким образом, вековая зависимость в делах церкви от Константинополя оказалась поколебленной и не только потому, что униаты победили там окончательно, и изменилась сама схема церковно-политических представлений русских людей, считавшие дотоли нормой в вопросах веры подчиняться авторитету греков, они теперь сочли возможным претендовать на самостоятельность своей церкви. В этническом аспекте сие означало, что пассионарность России выросла значительно выше уровня, обеспечивающего ее существование как этноса. И действительно, обратясь от церковной истории к истории политической, мы вскоре увидим, как далеко продвинулась Русь 15 века на пути превращения из этноса в суперэтнос. Уже в самом начале княжения Василия Васильевича проявились изменения в характере борьбы за власть на Руси. Если раньше за Великое княжение с Москвой на равных спорили тверские и суздальские князья, против которых единым фронтом сплоченно выступали родственники и бояре московского князя, то теперь Великое княжение Владимирское у потомков Калиты не мог оспаривать никто. Еще в 1392 году московские бояре добились в Орде присоединения к своему Улусу Суздальско-Нижегородского княжества. Тверь, выступавшая на стороне Литвы после Флорентийской Юнии потеряла не только военно-политические, но и этнические возможности противостоять оплоту общерусского православия в лице Москвы. Но в тот момент, когда казалось, что господство московского князя на Руси стало безраздельным, на власть начали претендовать московские родственники великого князя. Шемяка Противоречия в московском княжеском доме дали о себе знать сразу после смерти сына Дмитрия Донского Василия Дмитриевича 1425 год. Брат умершего Юрий Дмитриевич отказался присягнуть своему племяннику Василию и вместо присутствия на похоронах отправился в свой город Галич, дабы собирать войска. Бояре великого князя оказались не лыком шиты и быстро объединив свои силы двинулись навстречу властолюбивому Юрию. Увидев, что дела принимают плохой оборот, Юрий Дмитриевич почел за благо вступить в переговоры. В Галич к Юрию отправился фактически глава московского правительства митрополит Фотий. Владыка проявил себя как незаурядный дипломат. Князь, желая показать митрополиту многочисленность своих сил и основательность претензий, собрал к его приезду в Галиче множество вооруженных крестьян и ремесленников. Но владыка легко разгадал уловку Юрия Дмитриевича и сказал ему «Сын, князь Юрий, никогда я не видел столько людей в овечьей шерсти, дав тем самым понять, что не ополчению Юрия тягаться с московской дворянской конницей, состоящей из профессиональных рубак». Фотий добился от Юрия обещания не домогаться великокняжеского стола по своему произволу, а согласиться с решением ордынского хана. Спершис о великом княжении дядя и племянник отбыли за правосудием в Орду. В борьбе за великий стол Юрий Дмитриевич опирался с одной стороны на поддержку свояка, великого князя литовского Свидригайлы Альгердовича, а с другой на заступничество перед ханом своего друга, влиятельного ордынского мурзы Тегини. Но московские бояре, во главе которых стоял талантливый дипломат Иван Дмитриевич Всеволожский, прекрасно разобрались в сложившейся расстановке сил. Иван Дмитриевич сумел настроить большинство ордынских мурс против Тегини, а значит сделать их сторонниками своего князя. Когда же на суде у хана Юрий Дмитриевич начал обосновывать свои претензии на великое княжение с ссылками на древнее родовое право, московский дипломат одной фразой добился ханского решения в свою пользу, сказав «Князь Юрий ищет великого княжения по завещанию отца своего, а князь Василий по твоей милости». Хан, да нельзя обрадованный таким проявлением покорности со стороны московитов, приказал выдать ярлык Василию и велел даже было Юрию Дмитриевичу в знак подчинения ханской воле вести под усцы коня с восседающим на нем великим князем. Но Василий, проявив свойственно ему благородство и не захотев унизить собственного дядю, от этого отказался. Тем не менее, и после ханского вердикта Юрий Дмитриевич не умерил своей притязани. Толчком к продолжению войны послужил следующий эпизод. В 1433 году во время свадьбы Василия Васильевича его мать Софья Витовтовна сорвала драгоценный золотой пояс другого Василия сына Юрия Дмитриевича. Чуть раньше кто-то из старых бояр рассказал Софье, что этот пояс принадлежал когда-то Дмитрию Донскому, а затем был украден и оказался в семье Юрия Дмитриевича. Скандал, что и говорить, был громкий. Князь на свадебный пир в ворованной вещи явился. Разумеется, Василий Юрьевич и его брат Дмитрий Шемяка тут же покинули Москву. Их отец Юрий Дмитриевич не замедлил воспользоваться предоставившимся хорошим поводом и двинул войско на племянника. В сражении на Клязьме немногочисленные войска Василия Васильевича потерпели поражение от Юрия Дмитриевича, а сам великий князь был схвачен и отослан Юрием в Коломну. На святой неделе 1434 года Юрий Дмитриевич вступил в Москву, но оказался в ней нежеланным гостем. Бояре, ратники, посадские были настроены против князя Юрия крайне решительно, ибо все видели в нем узурпатора. Москвичи бежали в Коломну к своему законному государю, и Юрий, видя всеобщее неприятие, вынужден был покинуть Москву. Через некоторое время вооруженная борьба возобновилась. Юрий сумел вновь победить Василия и вернулся в стольный город, захватив в плен и мать великого князя. Однако вскоре Юрий Дмитриевич умер. Василий Васильевич воссел на великом столе и взял мир со своими двоюродными братьями. Но мир этот продолжался недолго. Василий Юрьевич нарушил его и, подобно своему отцу, направился в Кострому собирать войска против великого князя. Противники встретились при селе Скоретине, район современного города Ростова. Заключив с Василием Васильевичем перемирие до утра, Василий Юрьевич вновь не сдержал слова и внезапно перешел в наступлении. Но великий князь успел поднять свои полки и в битве при Скоретине войска претендента на великокняжеский стол были разбиты. Он сам захвачен в плен, отвезен в Москву и там ослеплен по приказанию великого князя. Первый раунд борьбы был окончен. Следующее пятилетие до 1445 года прошло относительно спокойно. Вынужденный внешне примириться с господством двоюродного брата, Шемяка ожидал удобного случая и дождался его. Помогла Шемяке ситуация, сложившаяся в Орде, где при отсутствии всякого порядка шли непрерывные междуусобицы. Каждый, кто обладал хоть какими-то военными силами, либо сражался с конкурентами внутри Орды, либо совершал на свой страх и риск набеги на русские города. В 1438 году хан Улук Мухаммед, выбитый из Орды своим родственником Кишим Ахмедом и сгоном занял русский город Белев. Великий князь Василий направил против него полки под начальством Дмитрия Шемяки. Выдвинувшись к Белеву, Шемяка, несмотря на желание Улук Мухаммеда заручиться поддержкой русских князей на все их воли, нанес татарам серьезное поражение. Улук Мухаммед ушел из Белева в Казань, но в 1439 году появился под стенами Москвы. Заняв впоследствии Нижний Новгород, Улук Мухаммед укрепился там и в 1445 году отправил против великого князя в войско во главе со своими сыновьями Махмутеком и Якубом. Шемяка обещал прислать полки на помощь Василию, но не выполнил обещание. И великий князь, беспечно пировавший в ночь перед сражением, оказался перед лицом врага с малочисленной дружиной. Превосходящими силами татар Василий был разбит и попал в плен. Такого поворота совершенно не ожидали и сами татарские царевичи. Они долго думали, как им поступить со столь знатным пленником, и для начала отослали в Москву матери и жене Василия его нательный крест, дабы те не усомнились в скорбном извести. Дмитрий Шемяка через своих посланников склонял татар не отпускать Василия на свободу, однако великому князю удалось освободиться из плена ценой огромного откупа в 200 тысяч рублей. Для сбора этой фантастической суммы вместе с Василием были отправлены на Русь татарские мурзы с отрядами воинов, многие из которых тут же поступали в службу к Василию. Разумеется, великий князь был вынужден принимать татар ласково и по стране распространилось недовольство татарской ориентации Василия. Чему еси татар привел на русскую землю и города дал еси им, волости подавал еси в кормлении? Но политика великого князя оказалась дальновидной. С приемом татар на русскую службу Москва усиливалась, а орда ослабела. Тем не менее, для большинства современников татарская миграция представлялась неслыханным нарушением их прав, которое, к тому же, оказалось сопряжено с немалыми материальными затратами. Недовольство ширилось, им-то и решил воспользоваться Шемяка. В один из отъездов Василия Васильевича на Богомолье в Троицкий монастырь Шемяка со своими сторонниками неожиданно захватил Москву и полонил жену и мать великого князя. Затем Шемяка быстрым маршем двинулся к Троице и, хотя Василий был предупрежден, а охрана выставлена, Шемяка сумел обмануть бдительность сторожей, спрятав своих ратников в вазах с сеном. Василий не успел бежать и вынужден был спрятаться в церкви, а затем вышел к своему врагу с иконой на руках, умоляя милосердии и разрешении постричься в монахе. Милосердие было ему обещано, но Шемяка уже в который раз не сдержал слова, Василий услышал «пойман еси великим князем Дмитрием Юрьевичем», на простых санях несчастный был отвезен в Москву, ослеплен, отсюда и прозвище князя темный, и затем сослан в Углич вместе с женой. Мать Василия Софья Витовтовна была также отправлена в ссылку в чухлому. Казалось, Шемяка мог праздновать окончательную победу, но, сказалось, приязнь между Василием Темным и татарами. Вообще, сторонников у ослепленного князя оказалось гораздо больше, чем врагов. За Василия Темного стояли татарские царевичи Касим и Якуб, сыновья улук Мухаммеда, один из которых когда-то взял великого князя в плен. Его поддерживал нареченный во митрополиты епископ Иона. За возвращение Василию престола готовы были бороться многие бояре. Усилия сторонников законного великого князя дали свои плоды. Василий Темный отправившись на очередное богомолье в Кирилло-Белозерский монастырь сумел бежать оттуда в Тверь, где заручился поддержкой тверского князя. В 1447 году Василий победоносно возвратился в Москву и занял престол. Но ему потребовалось несколько лет борьбы, чтобы окончательно не извергнуть Шемяку. В 1450 году Шемяка был выбит из своей отчины Галича и бежал в Новгород, центр оппозиции великому князю, где и скончался. Полагали, что он был отравлен по приказу Василия. Новгородцы твердо поддерживали Шемяку, и это не прошло им даром. Зимой 1456 года, памятуя о старых обидах, Василий Темный с войском, усиленным татарскими отрядами, двинулся к Новгороду. Захватив город Старую Русу, московские воеводы отпустили основную рать, и тут оставшиеся отрядом из 200 человек столкнулись с новгородским войском, состоявшим из 5000 всад с цепей. Казалось бы, о сопротивлении не могло быть и речи, но пассионарные московские воеводы нашли выход. Они приказали стрелять по лошадям новгородцев и добились полной победы. Одетые в броню, новгородцы валились под копыта коней, демонстрируя полное отсутствие какой-либо воли к сопротивлению. После поражения Урусы новгородцы думали только о том, как при посредничестве новгородского архиепископа заключить с Василием мир и получили желаемое на самых унизительных условиях. Сам Василий Темный все же был не полностью удовлетворен результатами похода 1456 года. Он постоянно жаловался митрополиту Ионе, что новгородцы чтут его не так, как следует и только благодаря заступничеству последнего воздержался от нового похода на непокорную вечевую республику. Смерть помешала ему до конца реализовать планы полного подчинения Новгорода Москве. Эта миссия вместе с объединением страны досталась его сыну Ивану Третьему. Государь всея Руси Наследие, полученное старшим сыном Василия Темного Иваном Третьим Васильевичем было завидным. Все русские князья фактически находились в полной воле московского князя. Семейные междоусобицы утихли, а угроза со стороны Золотой Орды практически исчезла. Как уже говорилось, у ордынского хана Улук Мухаммеда было трое сыновей Махмутек, Якуб и Касим. Первые двое со временем сделались врагами. Махмутек, желая обрести независимость, убил своего отца и захватил власть в Казани, создав таким образом Казанское ханство, выделившееся из Орды. Касим, взявший на себя бремя мести за убийство отца, принадлежал к числу наиболее преданных сторонников Василия Темного. Именно его участию был в немалой степени обязан Василий Второй своим возвращением на престол в 1447 году. За верную службу Василий выделил Касиму в пожизненное владение городок Нааке, который стал с тех пор называться Касимовым. Население Касимовского служилого ханства долго сохраняло все свои этнографические особенности, включая исповедание ислама. Крымское ханство также откололось от Орды, после чего, собственно, Золотая Орда стала включать лишь область, непосредственно прилегающую к сараю и перестала представлять для Руси серьезную угрозу. Правда, в 1465 году Золотардынский хан Ахмат собрал Сабла пойти на Москву, дабы заставить московитов по-прежнему платить выход, но неожиданное нападение крымских татар спутало все его планы. В непрекращавшейся борьбе между Касимом и Махмутеком деятельное участие принимал Иван III. В 1467 году некоторые казанские мурзы, недовольные правлением молодого Ибрагима, сына Махмутека, обратились к Касиму с предложением занять казанский трон. Усиленный русским войском данным Иваном III, Касим двинулся к Казани, но не смог достичь успеха. Повторный поход был предпринят через два года, уже после смерти Касима. Когда великокняжеские московские полки и Касимовцы снова подступили к Казани, Ибрагим был вынужден заключить мир на условиях, предложенных Москвой. После замирения с Казанью Иван III смог продолжить политику своего отца в отношении Новгорода. Новгородцы к тому времени потеряли всякую способность сохранять хоть какое-то подобие самостоятельности. В городе боролись две партии, пролитовская, состоявшая из бояр во главе с борецкими, и промосковская, состоявшая из младшей чади, то есть простых людей. поскольку бояре имели доступ к власти и принимали решения, то нет ничего удивительного в том, что в 1471 году Новгород заключил союз с великим князем литовским и польским королем Казимиром Ягеллоном. Казимир поставил в Новгород своего наместника и обещал господину великому Новгороду защиту от Москвы. Третьим членом антимосковской коалиции стал золотардынский хан Ахмат, также находившийся в союзе с Казимиром. Увидев, что против него создана столь серьезная коалиция, Иван III, политик умный и осторожный, решил также искать союзников. Его взоры естественно обратились в сторону враждебного сараю Крымского ханства. В 1473 году договор о союзе с крымским ханом Менгли-Гиреем стал реальностью. Крымчаки обещали воевать с литовцами, ожидая от Ивана помощи в борьбе с Ахматом. Войну против антимосковской коалиции Иван III начал с Новгорода и не случайно. В низовских землях возмущение с союзом Новгорода с Казимиром и Ахматом было чрезвычайно велико. Москвичи обоснованно рассматривали поступок новгородцев как измену общерусскому делу и сравнивали поход Ивана III с походом Дмитрия Донского на Мамайя. Летописец писал, что Иван III шел на Новгород не як он а христиан, но як он а язычник и надступник православия. Последнее обстоятельство для этнической диагностики весьма существенно. Как видим, в конце XV века представители нового этноса московитов перестали воспринимать реликт Древней Руси новгородцев как своих, так как индикатором этнической симпатии в то время являлась вероисповедание. Новгородцев, выбравших союз с католиками, москвичи приравнивали к язычникам. При общерусской поддержке на Новгород была двинута огромная рать под предводительством лучшего полководца Москвы, князя Даниила Холмского. С русским войском шли отряды Касимовского царевича Данияра. Встретившись с новгородскими силами на реке Шелони, москвичи одержали полную победу, поскольку противостояло им, хотя и хорошо вооруженное, но необученное ополчение, а литовская помощь так и не пришла. Итоги битвы на Шелоне оказались для Новгорода тяжкими. Новгородцы вынуждены были отказаться от планов союза с Литвой и заплатили великому князю большую денежную контрибуцию свыше 15 тысяч рублей. Но хотя на помощь Новгороду не пришли литовцы, ему попытался помочь Залтардынский хан Ахмат. Форсированным маршем он дошел до Аки. По приказанию великого князя Касимовские царевичи Данияр и Муртаза выдвинулись навстречу Ахмату на рубеж Коломны и Серпухова, готовясь отрезать войско Ахмата от обоза в случае дальнейшего продвижения его к Москве. Залтардынский хан, узнав об этом, решил не связываться с Касимовцами и быстро отступил. Иван Третий отчетливо понимал недостаточность достигнутых успехов. Существование сильной литовской партии в Новгороде и союзного Литве Залтардынского ханства ставило под сомнение выполнение Новгородом своих обязательств перед Москвой. Поэтому Иван Третий стремился к окончательному подчинению Новгорода и неизвержению Золотой Орды. Воспользовавшись тем, что младшая чать новгородская жаловалась ему на пролитовски настроенных бояр, просила защиты и называла его государем, Иван Третий в 1478 предъявил новгородцам новые требования и выступил в новый поход. Программа его была лаконична. Вечу не бытий, посаднику не бытий, а государство все нам держать. После непродолжительного сопротивления новгородцы подчинились воле великого князя. Символ старинной новгородской вольности вечевой колокол был снят и отправлен в Москву, а десятки знатнейших семейств Новгорода были переведены и спомещены в области великого княжения, как служил и люди. Так закончилась история последнего этнического осколка Древней Руси, включенного в состав нового этноса. Пример Новгорода это блестящий пример умирания этнической системы, при котором, как правило, исчезают не сами люди. Люди как раз и остаются и входят в состав новых этносов, но окончательно исчезает определенная система поведения, некогда связывавшая этих людей воедино, делавшая их своими. Вместе с независимостью Новгорода исчезли все стереотипы поведения, характерные для вещевой Руси, а сами люди сохранили лишь память о своем происхождении. Безусловно, присоединение Новгорода к Москве явилось вершиной объединительной политики Ивана Третьего, однако этим дело не кончилось. В 1484 году на Москве известно ученились что Тверской князь Михаил Борисович заключил договор с великим князем литовским Казимиром. Такой договор стал прямым нарушением соглашений Михаила с Иваном Третьим, и великий князь московский объявил Твери войну. Помощь Запада, обещанная Казимиром, как всегда не пришла, и Михаилу ничего не оставалось, как признать главенство Ивана Третьего и взять мир. Меж тем тверские бояре целыми семействами покидали своего князя и били Челом Ивану Третьему, прося принять их на службу. Лишаясь поддержки своего окружения, Михаил Борисович вновь уставил ряд с Казимиром, и это погубило его окончательно. Объявив Михаила изменником, Иван Третий двинул к Твери войска и осадил город. Преданный ближними боярами, Тверской князь сбежал в Литву, а на княжение в Тверь был посажен сын Ивана. Летом 1480 года Золотоордынский хан Ахмат подошел с войском к пограничной московской реке Угре, северному притоку Оки, и стал там лагерем, ибо ждал помощи от своего союзника Казимир. Ожидания его оказались напрасны. Как опытный политик, Иван Третий предвидел грядущие столкновения с Ахматом и направленный против него русско-крымский союз действовал. Поэтому Казимир вынужден был бросить свои силы на защиту Литвы от крымского хана Менгли-Гирея. Московская рать встала на противоположном берегу Угры, но ни Иван Третий, ни Ахмат не рискнули начать сражение. Знаменитое стояние на Угре продолжалось до глубокой осени. Исход его решила рейд русско-татарского отряда под командованием воеводы Ноздреватого и царевича Нур-Даулет-Гирея в тыл Ахмата в Поволжье. Узнав об угрозе своим владением, Ахмат быстро отступил. А Иван Третий, почувствовав силы противостоять хану, изгнал его послов и отказался возобновить выплату дани. Легко понять, что стояние на Угре было лишь эпизодом в длительной борьбе двух коалиций Новгородско-Литовско-Золотардынской и Московско-Касимовско-Крымской. И уже тем более нет никаких оснований считать, будто стояние на Угре ознаменовало собой свержение Ордынского Ига. Как мы видим, с Ордой практически перестал считаться еще отец Ивана Третьего, Василий Темный, который включал этнические осколки Золотой Орды в состав своего Великого Княжества. Да и современники воспринимали войну с Ахматом не как свержение Ига, а как войну за веру с нечестивым противником, врагом православия. Представляется, что применительно к событиям 1480 года стоит говорить не о крушении Ига, которого попросту не было, а о создании системы, противостоящих друг другу, политических союзов между государствами, возникшими на развалинах Золотой Орды, Великим Княжеством Московским, Крымским и Казанским ханствами Ногайской Ордой. При этом Ахматы и Ахматовичи вплоть до формального падения Золотой Орды ориентировались на Литву, а Крымские татары на Москву. Именно в союзе с Крымским ханом решал Иван Третий и казанскую проблему. Когда одна из вдов казанского царя Ибрагима вышла замуж за Менгли Гирея, сын Ибрагима Махмед Ахминь предъявил свои права на Казань и обратился за помощью к Ивану Третьему. Иван Третий поддержал претендента, дав ему рать во главе с победителем при Шелоне князем Даниилом Холмским. Силы союзников осадили Казань и установили там власть своего ставника. В 1491 году Иван Третий точно так же оказал поддержку Менгли Гирею в борьбе с детьми Ахмата. Это было началом окончательного крушения Золотой Орды. В 1502 году Крымский Хан достиг полной победы над последним царем Золотой Орды Шехматом. В тот же период произошли другие изменения в рамках антимосковской коалиции. В 1492 году умер великий князь Литовский и король польский Казимир. Его сын Александр был избран подобно отцу великим князем Литовским, а на трон короля польского сел другой сын Казимира Ян Альбрехт. Таким образом, личная уния Литвы и Польши оказалась разрушенной. Иван III воспользовался моментом общей неразберихи в польско-литовском государстве и неожиданно вторгся в литовские пределы. Литовцы и поляки оказались совершенно не готовы к войне и, увенчавши ее мир, закрепил за московским государем титул великого князя всея Руси. Ибо к Москве отошли ранее захваченные Литвой земли в верховья хаки, которые некогда принадлежали местным удельным князьям, перешедшим на московскую службу. И хотя итоги войны были закреплены династическим браком между дочерью Ивана III Еленой и великим князем литовским Александром, вскоре война за северские земли вспыхнула с новой силы. Решающая победа в ней была одержана московскими войсками в битве при Ведруше 1500 год, что в значительной мере явилось следствием кавалерийских рейдов казанского царя Махмед Ахминя, отвлекавшего на себя крупные силы врага. Итак, к началу XVI столетия у Ивана III имелись все основания называть себя великим князем всея Руси. Действительно, вся территория Древней Руси, за исключением части, захваченной Польшей, вошла в состав нового русского государства, которому предстояло теперь шагнуть в совершенно иное историческое время. Продолжение следует... Продолжение следует...